Реформ. Технический сорт винограда венгерского происхождения раннего срока созревания. В наших условиях он, как правило, готов к концу августа-начало сентября. Характеризуется высоким сахаронакоплением до 25 брикс. Средний вес грозди порядка 200 грамм и он может давать по 2 грозди на побег. Вкус у ягоды напоминает спелую грушу. Как я уже упомянула, урожай созревает рано, при этом хорошо вызревает лоза. В настоящий момент, на 2 сентября, смотрите, лозы уже выстрели по 1,5 и более метра. В первые годы при не совсем благоприятных условиях может слабовато расти, но потом с лихвой все наверстывает. У реформа достаточно плотная гроздь и в годы с обильными дождями ягода в такой грозди может несколько потрескать. Но ввиду ранних сроков созревания ягода, если и трещит, то это уже идет все к моменту сбора урожая. А в принципе обычно к тому времени урожай уже снят. Ну и конечно тонкая кожица, видите, вот там пчелка повадилась. Тонкая кожица, яркий аромат и высокое сахаронакопление делает этот сорт привлекательным для ОС. В те годы, когда их много, поэтому для максимального сохранения урожая надо будет применить методы защиты от этих насекомых. И если вас беспокоит упоминание о том, что ягода может немножко потрескать, смотрите, эта гроздочка после двух волн дождя. Все целенькая. Ну вот она не слишком плотная, потому что здесь ягоды так не трещали. Есть гроздочки совсем как кукурузки. Да, там единичные ягоды потрескают, но их удалить, чтобы не загнивали и не привлекали ОС. И все будет хорошо. Ну правда, видите, что вот это вот пытаются подъедать ОС. В этом году я снимаю реформ не в полной зрелости. Я хочу, как и в прошлом, сделать из него шампанское. Мне для этого надо сахар 17-19. Вот так, более-менее мерила. Где-то уже 19, где-то 20. А на теневой стороне ягодки еще вот такие зеленоватые. То есть ровненько то, что мне нужно. Ну и да, для равномерного созревания, конечно, надо, чтобы виноград полностью освещался нормально с двух сторон. Здесь же у меня шпалера двуплоскостная. Вот это южная сторона. А на той плоскости северная. Причем еще и соседский забор заплетен. Поэтому там всегда темно. Но даже в таких условиях, не самых лучших, реформ всегда хорошо набирает свои кондиции. По урожайности дает 2 грозди на ветку. Иногда 3. Средняя масса грозди. Где-то 230-250 грамм. Грозди небольшие. Но в чем плюс? За счет того, что грозь небольшая, куст тянет любую нагрузку. Урожай можно не нормировать. Немножечко при необходимости сделать нормировку зелеными побегами. И таким образом уход за таким кустом будет минимальный. При этом, повторюсь, за счет небольших гроздей урожай вы получите всегда. При этом его можно использовать и как в виноделии, и просто для еды. Потому что ягода потрясающе вкусная. Придется по нраву и взрослым, и детям. Особых потребностей к уходу у него нет. Вопросов с возреванием лозы не бывает никогда. По болезням стандартной профилактической обработки более чем достаточно. При этом благодаря раннему сроку созревания вы всегда останетесь с урожаем. Не важно, будете вы использовать его ягоды для еды, либо для вина. Этот куст простит вам практически любые ошибки и всегда побалует вас своим урожаем. На 30 августа 2020 года реформ был снят с куста с сахаром 17 брикс. С таким сахаром он снимался целенаправленно для приготовления шампанского. При этом не стоит забывать, что 2020 год, сильная задержка вегетации весной. Практически до 20 чисел мая у нас еще были ночные отрицательные температуры. Очень ранний сорт. Сегодня у нас 1 сентября, и он полностью готов. Мало того, смотрите, даже гребешок на грозди, он уже начинает вызревать. Ну, очень вкусная сладкая ягода, выдает хороший сахар. В этом году мы еще не мерили, в прошлом году это было 25%. И подводим итоги по данному сорту. На сегодняшний день это, несомненно, мой любимец и мой фаворит. Несмотря на то, что в одном из видео я заикалась о том, что у меня когда-то были мысли его убрать. Ну, тогда я была слишком юным виноградарем, тогда я не особо чего понимала в винограде. И когда я попробовала вино с реформы, то, конечно, все вопросы о том, чтобы убрать этот виноград с участка, отпали сами собой. И в настоящий момент у меня растет 3 молодых куста данного сорта. Я уже частично это проговаривала. Неоспоримое преимущество данного сорта это ранние сроки созревания. Несмотря на то, что я вам говорила, да, может потрескивать, да, может поедать оса. Но ввиду вот этих ранних сроков, в большинстве сезонов мы его снимаем до того момента, когда у нас начнутся массовые дожди и размоют сахар. До того момента, когда начнется массовый треск. И даже часто до того момента, когда у нас идет массовый вылет ос, и когда они действительно наносят сильный урон урожаем. Я вам показала, скажем так, вот ретроспективу, да, урожай за 3 года. И каждый год вы видите, что, да, несмотря на какие-то катаклизмы, я имею хорошие грозди. Несмотря на какие-то катаклизмы, у меня всегда есть урожай, из которого я могу сделать вино. Что касается вина, с реформом работать очень легко. Несмотря на то, что это белая ягода, я его делаю по красному способу. То есть он у меня бродит всегда на мизге некоторое время. Я делала из него обычное сухое вино пару сезонов, делала шампанское по классическому способу. Никогда никаких глобальных сюрпризов, неприятных, этот сорт мне не принес. Да, он может ловить летучую кислотность. Проявляется она в виде легкого уксусного запаха приблизительно в марте месяца. После этого уходит в вине. Что мы чувствуем? Мы чувствуем грушу, такой вот дюшес, что в классическом сухом вине, что в шампанском. При созревании вина фруктовые нотки трансформируются в цветочные. И чтобы вам было легче понимать, что такое цветочные ноты, потому что у каждого есть свое представление цветков. Это вот ромашка с такой желтой серединкой, такой приятный медовый запах. Это у меня получилось, когда я ускоряла процесс созревания при выдержке вина на свету в зимний-весенний период. Но скажу, что в бутылке, в обычном месте хранения, у меня оно не долежало до такого состояния. То есть у него есть еще определенный потенциал к выдержке. Точно не скажу, но как минимум еще год, а то и полтора оно спокойно может лежать, развиваться, а может быть и больше. Просто возможностей не было проследить его эволюцию дальше, ввиду того, что вино очень вкусное, объемы пока что были не такие большие. И поэтому выпивается тоже достаточно быстро. В свежем виде он тоже очень вкусный. Первые годы я его съедала, до вина там дело даже не доходило. Но хочу обратить ваше внимание, получала несколько раз комментарии по разным сортам универсальным. Что ой, там большие кости. А какие еще кости вы хотите в универсальных сортах? Они потому и универсальные. И даже во многих столовых сортах большие кости, просто по отношению к ягоде, они кажутся не такими большими. Но для всех универсальных сортов большие кости, ну относительно большие, это нормально. И у многих технических сортов может вообще быть кожа до костей. И это тоже нормально, так и должно быть. И еще раз хочу подчеркнуть преимущества данного сорта. Легкость в обращении, легкость в выращивании, легкость в минификации и конечно ранние сроки созревания. То есть в любом регионе. Этот сорт у вас созреет всегда. Более того, я всегда учитываю климатические условия, в том числе и моего региона. И когда у нас в сентябре начинают идти дожди, которые размывают сахар, размывают ароматику. Потом снижаются температуры и виноград практически перестает уже расти и накапливать что-либо. То вот для наших условий иметь такой ранний сорт, который мы 100% соберем при любых погодных условиях. И в большинстве случаев до того момента, когда у нас начнутся уже такие неприятные погодные явления, это очень и очень большое преимущество.